Друзья, знаю, как вы любите утреннюю зарядку, заряжающую, бодрящую, и вот сегодня я приготовила для вас такой комплекс, для которого потребуется только стул и ваше прекрасное настроение, и который позволит нам тонизировать мышцы-стабилизаторы, которые позволяют нам чувствовать себя более статно, осаниться в течение дня. Это большая ягодичная, это косые мышцы живота и поперечная мышца живота, ну, то есть мышцы кора, вот здесь вот все поработаем, поработаем также с дыханием и с нашей основной опорой со стопами. Короче говоря, я считаю, что это прекрасный комплекс для того, чтобы отлично начать день. Меня зовут Орлова Даша, я являюсь специалистом по здоровому движению с медицинским образованием, и если вы еще не подписаны на мой канал, то пришла пора это сделать. Ну и прямо сейчас можете поставить лайк этому видео, потому что потом, как показывает практика, вы забываете. А вот если хотите потом снять этот лайк, у вас это получится без проблем, переживайте, а мне зато будет приятно, если вы оставите ваше сердечко. Ну что ж, поехали. Нам нужно поставить стопы широко, но не слишком, примерно на уровне плеч, и мы перекатываем стопы с внутреннего края на внешний, при этом каждый раз оставаясь в контакте основанием. Здесь, да, когда на внутренний край уходим, основание большого пальца, когда на внешнее основание мизинца. Представляем, что у нас между голеней натянута эластичная лента, и наша задача ее растянуть. Растянуть. То есть тут мы как будто бы поддаемся ее натяжению внутрь, а тут наружу. Выпрямляемся. Макушкой тянемся наверх. Язык положите на небо. На небо, как правильно класть? Язык упирается в альвеолярные отростки над верхними зубами. Две трети языка раскладываете дальше по небу. И теперь вы начинаете заворачивать. Посмотрите, одну половинку таза будто бы заворачиваете к другой, как книжку закрываете, и другую. Но при этом здесь я вас попрошу оставлять, стараться оставить основание большого пальца, в том числе на полу, увеличивая возможность создать арку стопы. Увеличивая шансы на то, чтобы сделать свою стопу не плоской. И помогайте руками. Одна рука дотягивается в сторону, другая в сторону. Оп, оп. Делайте это безопасно для ваших коленей. Если у вас вдруг начинает колено стучать, болеть, возникает какой-то дискомфорт, останавливайтесь и уменьшайте амплитуду. Хорошо. Вы можете чуть сильнее заворачиваться. И уже как будто бы хотите назад, назад руки отвести. Оп, 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 оп. И еще буквально шесть, пять, четыре, три, два, один. Отлично. Теперь как будто бы мы с вами побежали куда-то, но при этом плюсные от пола не отрываем, только пятки. Представим, что плюсные пальцы у нас к полу прилипли. В какой-то мед встали, и только пятки можем оторвать. Мы так перебрасываем себя, как мячик, с одной ноги на другую. Перебрасываем, перебрасываем. Еще. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Теперь одна нога выходит вперед. И посмотрите, мы ногой, стопой тянемся до пола, потом поднимаем, сгибаем ногу в колени. Оп, подняли, дотянулись пальцами до пола. Раз. Два. Коснулись. Три. Четыре. Пять. Шесть. Сильное бедро. Семь. Восемь. Еще раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. На весу оставили, бедро параллельно полу, крутим стопой, разминаем голена, стоп, разогреваем. В одну сторону пять, четыре, три, два, один. И в другую сторону четыре, три, два, один. И еще разочек. Хорошо. Отлично. Другая нога точно так же. Потянулись основанием пальцев до пола. Раз. И согнули колено. Два. Раз. Два. Таз ровно. Оп. Десять. Девять. Таз не отклячивайте. Если знаете, что у вас есть склонность к гиперпрогибу, излишнему прогибу в пояснице, старайтесь прям выровняться, почувствовать над стопой таз, над тазом, грудной клеткой, голову. Бакушкой тянемся наверх, как елочная игрушка на елку подвешена. И еще буквально. Оп. Кошки решили, пока я не вижу, побезобразничать. И здесь оставляем и крутим ногу. Пять, четыре, три, два, один. Другую сторону, пять, четыре. Ровно параллельно полу. Два. Один. Отлично. Теперь нужно поближе к себе подставить стул, понять, что вы сможете опереться рукой в нужный момент. И сейчас одна нога выходит вперед, присогнуто колено, другая стоит сзади. И посмотрите, сзади стоящая нога с разогнутым коленом. Мы дотягиваемся пяткой до пола, колено прямое, здесь сильнее сгибается. И теперь поднимаемся наверх, пружиним. Оп. Да, раз, дотянулись пяткой. И выросли пяткой. Десять. Девять. Восемь. Семь. Прям хорошенечко вырастайте. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Теперь вам нужно взяться за стул, ногу поднять и делать следующее. Вы опять таз начинаете закрывать, как книжку. Ногу сильнее сгибаете. При этом очень важно, что когда вы сейчас будете раскрывать таз, как книжку, у вас нога, стоящая в опоре, не заваливается на внутренний край. Оставляйте ее, пожалуйста, красивым следом на песке. Да, то есть у нас основание большого пальца, мизинца, пятка касается пола и колено соосно. И теперь тянемся назад ногой, заворачиваем таз как книжку и раскрываемся. А вот у меня даже самой колено пошло внутрь. Нет, мы его держим. Раскрываем таз. Здесь мы работаем и с основной функцией большой ягодичной мышцы. Это разворот бедра наружу. И также отрабатываем тазобедренный сустав. Делаем его более мобильным. Еще заворачиваюсь тазом, разворачиваюсь, раскрываюсь. Еще десять, девять взглядом. Помогайте, взгляд как драйвер. Он у вас здесь сопровождает движение, соображает движение. Здесь раз, сюда, оп, сюда. А, счет я потеряла. Еще давайте. Пять, четыре, три. Тянитесь здесь, центром стопы, назад. Два, один. Отлично. Теперь посмотрите отсюда. Подставляете сзади ту ногу, которая только что сзади была, к себе. Но не назад четко, на шесть часов, а на пять часов, немного в сторону. Здесь у нас будет опора 30%. Руку кладете на ягодичку опорной ноги. И теперь мы с вами делаем движение. Как будто бы хотим заглянуть назад. И раскручиваемся, отталкиваемся стопой от пола. При этом таз у нас начинает тянуться в противоположную сторону, немного по диагонали. Очень многие здесь будут совершать следующую ошибку. Делать вот так. Привычно тянуться от поясницы. Нет. Оп. Прямая спина. Седалищный тянется назад. И встаем. Напоминаю про то, что у нас 70% опоры в опорной ноге. Десять. Девять. Восемь. Не торопитесь. Семь. Шесть. Пять. Пять. Отталкивайтесь стопой. Четыре. Три. Два. Один. Отлично. Теперь оставляем опорную ногу. На ней 70%. Вторую подставляем совсем сбоку. Рука у нас вытягивается. Здесь рука на тазике. И делаем выдох. Локоть, колено. И вдох. Выдох. И на вдохе прям рукой потянитесь. Каждый пальчик тянется в сторону. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Далее. Рука у нас уходит, которая только что вытягивалась, на таз. Эта нога поднимается и встает бедро в параллель с полом. Рука вытягивается. И теперь мы с вами делаем следующее. Не в пояснице будем разгибаться, а в грудном отделе позвоночника. Представляем, что у нас вот здесь фонарик. И мы им светим слегка наверх. Вдох. И затем вниз. Выдох. Как будто бы закрываем фонарик, не хотим его никому показать. Вдох. Выдох. Руку держите, если у вас все нормально с балансом на животе. Если не нормально, то за стол держитесь. Вдох. Если будете здесь не контролировать свою поясницу, прогибаться в ней, вот так вот уходить назад, то люди с диастазом могут здесь столкнуться с тем, что живот домиком встает. Нехорошо. Вдох. Выдох. И еще пять. Обязательно с дыханием. Четыре. Три. Два. И один. Отлично. Отдыхаем, переносим стул. Кстати, если у вас есть такой запрос, как работа со мной на какой-то более пролонгированной основе, в каком-то более качественном варианте, действительно на результат, тогда приходите ко мне в абонемент «Конструктор красоты». Ссылку на него я вот здесь оставлю ниже, в описании под это видео, именно на бесплатный пробный урок. Можете попробовать, как мы там работаем с телом, с шеей, с лицом. Я думаю, что вам обязательно понравится. Хорошо. Другая сторона. Точно так же стул оставили, проверили, что у вас удобно. Рука дотягивается до него. Ногу отставляем назад. И начинаем пяткой дотягиваться до пола. Здесь мы тянем ахиллово сухожилие. Здесь мы тянем вообще в принципе заднюю поверхность ноги. И работаем с голеностопом, с коленом, пружинем. Все, что нужно с утра. Вот прям прекрасно. Для того, чтобы подготовить себя к ходьбе. Очень важные и нужные интервенции в течение дня. Еще. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Захватились за стул. Ногу подняли. И сейчас заворачиваем таз, как книжку. И ногой тянемся назад. Прям дотягиваемся ногой. Оп. И открываемся. А здесь стопа стоит красиво. Не заваливается в центр. Угу. Колено сооснуться вторым пальцем стопы. Вдох по возможности. И выдох, если вы не сильно запыхались. Десять. Если запыхались, тогда дайте своему дыханию восстановиться. То есть не нужно насильно управлять дыханием. Наше дыхание – это вообще наша палочка-вручалочка, да, для сердца. Оно само знает, как сейчас нужно подышать, чтобы сердечная мышца восстановила свою нормальную работу. Ну и вообще, если вы чувствуете, что вы получаете в процессе зарядки одышку, тогда просто снижайте темп ее выполнения. Подстраивайте под себя. Еще. Дотянулись с задней ногой. Здесь оттолкнулись стопой. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Ногу подставили на 5 часов. И руку положили на ягодичку, чтобы чувствовать, как растягиваются мышечные волокна. Здесь с прямой спиной ягодицы уходим назад. Рукой дотягиваемся в противоположную сторону. Ну, точнее, в противоположную. Здесь таз уходит в эту сторону. И сюда же, по факту, мы тянемся рукой. Выдох. Отталкиваемся стопой. Очень важно здесь стопой держаться в контакте с полом и удерживать прямой спину и поясницу. Оттягивать седалищные бугры назад. И еще. 8, 7. Сейчас покажусь вам еще с какой-нибудь стороны, чтобы было более понятно. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, отлично. Ногу отставляем четко в сторону. И теперь поменяли руки. Здесь нога в присогнутом положении. 10. Задача дотянуться коленом до локтя. 9, 8, 7. Не торопимся. 10, 6. Держим баланс. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. И теперь ногу поднимаем. Бедро в параллель с полом. Рука наверх. Вторая рука держит живот. И мы раскрываемся. Вдох. Светим фонариком слегка наверх. И выдох. Закрываем этот фонарик. Сгибаемся в грудном отделе позвоночника. И в шейном. Вдох. Выдох. Прекрасно здесь отрабатывается поперечная. Все вот эти вот упражнения из положения лежа тоже, конечно, прекрасны. Но зачастую мышцы все-таки нужно отрабатывать в том положении, в котором они функционируют чаще. А это все-таки вертикальное положение. Вдох. Ух. Выдох. Еще. 4. 3. 2. И 1. Супер. Ноги поставили чуть шире. Колени мягкие. Вот прям попружиньте коленями. И начинаем с вами делать упражнение, которое в народе называется жгонка. Но оно есть на самом деле во всех оздоравливающих практиках. Куда не посмотри. Цигун, даотские практики. И претендовать на авторство, наверное, здесь не стоит никому. Скорее, это достояние человечества. И мы вот таким вот образом закручиваемся, пружиним коленями. Коленям не дискомфортно. И делаем это вот, знаете, играючи. Как ребенок, который играет в вертолет. Сейчас будем взлетать. Хорошо. И пока вы не закончили работать вместе со мной, я еще раз напомню вам, что у меня есть потрясающая программа. Клуб «Конструктор красоты». Сейчас экран залепит отзывы моих учениц, которые с восторгом отзываются об этом клубе. И если вы хотите меняться внешне и менять свои ощущения, избавляться от боли, и менять свое лицо, шею, тело, тогда приходите ко мне в клуб. Но, конечно, чтобы туда пойти, нужно с ним сначала познакомиться. Поэтому я оставляю для вас в описании к этому видео пробный урок бесплатный с комплексом для тела, комплексом для шеи и отдельно комплексом для лица. Попробуйте. В клубе упражнения не повторяются. Замедляемся. То есть каждый раз вы работаете новыми комплексами, каждый раз развиваете свою нейропластичность. Кроме того, отлично. Ноги собираем. Хорошо упираемся стопами в пол, ощущаем три точки опоры. Основание большого пальца, мизинца, пятка. Над стопами стоит таз, над тазом грудная клетка, над грудной клеткой голова. Язык кладем на небо, делаем вдох. Руки в намасте, задерживаем вдох. Выдох, сбросьте напряжение. Еще вдох. Выдох. И еще вдох. И выдох. По-моему, прекрасный получился комплекс. Если он вам понравился, мне будет приятно, если вы оставите свой комментарий относительно вашего ощущения сейчас, какие мышцы поработали, чтобы вы почувствовали, над чем вам еще нужно будет трудиться, чтобы это получалось. В общем, пишите комментарии, они мне всегда как мед на душу, потому что иногда мне кажется, что я просто работаю в пустоту, если я не получила большого количества ваших комментариев. Для меня это очень важно. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз напоминаю, что стоит подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И поставьте лайк этому видео, если не успели сделать это вначале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok